Наверное, каждый из нас задумывался над вопросом о мысль материально. Вот, например, почему иногда срабатывает молитва или запрос во Вселенную. Почему даже безнадежные больные начинают внезапно выздоравливать и приходить в себя. Не спешите обращаться к эзотерике или просить космические силы о чем-то. Все равно это не работает. А вот некоторые процессы, происходящие в мозге, действительно могут творить чудеса. Только эти чудеса на самом деле научно доказанные факты. Но давайте обо всем по порядку. Джако Морис Салати итальянский биолог, открывший всему миру зеркальные нейроны. Именно он заложил новые подходы к лечению инсульта и аутизма. Исследования его весьма занятны. Резолоти объясняет суть зеркальных нейронов следующим образом. Смотрите, я беру в руку стакан воды. Вы понимаете, что я взял стакан, так? Но вовсе не потому, что успели вспомнить все законы физики и проанализировать, мол, есть силы земного притяжения, я противодействую ей. Понимание моего действия рождается у вас мгновенно благодаря зеркальным нейронам, особым клеткам нашего мозга, которые автоматически подсознательно распознают действия, которые мы видим. Скажу больше, если бы сейчас можно было сканировать ваш мозг, то мы бы заметили, что при виде моего действия у вас активировались те же самые нейроны, как если бы вы сами взяли в руку стакан. Говоря на простом языке в наших нейронных сетях, помимо нашего опыта, памяти и мыслительных процессов есть нейроны-помощники, которые как бы делают резервную копию. В случае критических ситуаций они помогают нам вспомнить уже полученный опыт глядя на действия других людей. Это как восстановить файлы на поврежденном жестком диске компьютера используя вспомогательный. Сам диск уже не функционирует полноценно, но информация в нем никуда не делась. Но и это еще не все. Как-то во Франции провели опыт одну группу добровольцев попросили изобразить разные эмоции, радость, печаль, дали понюхать что-то неприятное, и на лице отразилось отвращение. Людей сфотографировали, а потом показали изображение другой группе испытуемых и фиксировали их реакцию. Что вы думаете? При виде соответствующих эмоций на фотографиях, у добровольцев в мозге активировались те же нейроны, как если бы они сами, например, почувствовали запах тухлых яиц, услышали радостную весть или были чем-то опечалены. То есть, чтобы нам почувствовать запах тухлых яиц, не обязательно нюхать их. Если мозг хотя бы раз сталкивался с этим запахом, то он запомнил это навсегда. Кстати, так работают некоторые методы гипноза, когда человека возвращают в критическую ситуацию и заставляют пережить момент заново, но теперь уже под чутким руководством специалиста, который может умело обратить перенесенный страх. Так лечат заикание, разные фобии и маниакальные синдромы. Нейробиолог говорит, что у особо эмоциональных людей хорошо развиты эти каналы в мозге. Чувства эмпатии и сочувствия к другим людям хорошо влияют как на собственное здоровье, так и на выздоровление в случае критической ошибки мозга. Проще говоря, эгоисты и бессердечные люди чаще всего болеют психическими расстройствами, потому что закрыты от других и полагаются только на себя. Будьте внимательнее и добрее к людям. Мы работаем над практическим применением открытия, в том числе, в медицине. Известно, что моторные зеркальные нейроны заставляют нас мысленно воспроизводить то же действие, которое мы видим, если его совершает другой человек, в том числе на экране телевизора или компьютера. Так, например, замечено, когда люди смотрят поединок боксеров, у них напрягаются мускулы, и даже могут сжиматься кулаки. Это типичный нейрон-эффект, и на нем основана новая технология восстановления после инсульта, болезни Альцгеймера и других заболеваний, при которых человек забывает движение. Сейчас мы ведем эксперименты в Италии и Германии. Здесь нужно понять, что сила мысли не избавит вас от вирусного заболевания или рака. Вирусы и больные клетки никуда не уйдут, даже если их хорошо попросить. Если в организме начинают происходить необратимые изменения, то помочь могут только специалисты в этой области. Ученый подчеркивает, что какое-то облегчение это может дать, то же самовнушение может ослабить боль и вызвать ремиссию тяжелой болезни. Но не излечит ее. Болезнь обязательно вернется, если ничего не предпринимать и верить, что все пройдет само собой. Чудесных исцелений не бывает, а открытие зеркальных нейронов хорошо применять в болезнях, где задействован мозг. И не только в болезнях. Если вы что-то забыли и не помните, как это делать, то вам не обязательно учиться этому заново, достаточно посмотреть, как это делает другой человек. Проще говоря, читайте и узнавайте новое. Но недостаточно читать только, то, что вам нравится и о том, что вы и так уже давно знали. Новые знания даются тяжело, но эффект огромен. И, пожалуйста, не читайте пустых, но громких новостей высосанных их пальцей и сплетен эффект от них нулевой. Какой вывод можно сделать из всего этого? Здесь важно понять, что так называемая сила мысли – это работа нейронов, которые формируют нас как личность и словно тысячи кладовых хранят весь накопленный нами опыт. Вы действительно можете молиться или просить у Вселенной помочь вам в трудной ситуации, но помощь всегда находится внутри вас. Всем же знаком эффект, когда перед вами встает трудная задача, но после того, как вы поспали, то утром внезапно обнаруживаете ее решение. Кто-то в этом случае говорит «Бог меня навел на эту мысль» или Вселенная послала сигнал. На деле же, когда вы спите, ваш мозг перебирает сотни вариантов, ища выход из ситуации. Мозгу невыгодно, чтобы вы были в постоянном стрессе и вечно из-за чего-то переживали. Не зря старая русская пословица гласит. Утро вечера мудренее так что, если не можете что-то решить или вам предстоит вскоре принять трудное решение. Не переживайте и ложитесь спать. Всю ночь обдумывать план действия или искать решение не лучший вариант. А о сне и его функциях мы поговорим в следующих статьях. Там тоже много интересных открытий за последние годы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok